привет друзья меня зовут валентина и мы на канале мир вкуса сегодня на своей обычной деревенской кухне я хочу проверить один сомнительный и может быть спорный рецепт выпекания хлеба на сковороде для чистоты экспериментов все взвесила измерила ингредиентов совсем мало беру 300 миллилитров теплой воды и сюда добавляю 2 чайные ложки сухих дрожжей без фанатизма одну столовую ложку сахара с горкой все как было все как было в рецепте и одну чайную ложку соли все хорошенько перемешиваю прошу прощения за неприятный звук здесь металл по металлу все перемешалось и теперь буду добавлять сюда по рецепту 450 граммов муки но но буду добавлять муку постепенно но сейчас большее количество конечно я сразу же сюда просею а затем буду под консистенции тесто уже определять замешиваю тесто тесто должно быть не плотным сейчас буду смотреть что у нас получится перемешиваю ложкой здесь все еще жидко и я добавляю еще муки допустим почти всю но не все вот столько оставлю вот столько а это просею ложку я уже убираю и буду вымешивать рукой тесто приятное теплое и вообще я люблю возиться с тестом думаю что муки уже достаточно вымешиваю недолго две-три минутки все как в рецепте и все как в принципе все как обычно вся мука вмесилась тесто немножечко липкая и неплотная наливаю на руку растительное масло около столовой ложки для того чтобы тесто не липла к рукам и поменьше липла к посуде еще чуть-чуть чуть-чуть совсем немножко вот так немножко обминаю делаю такой вот шарик я ставлю в теплое место на 1 час пусть подойдет ребятки не все снялось в общем тесто поднялось я смазала сковородку растительным маслом выложила сюда тесто и вот так распределила по дну сковороды и немножечко вот здесь сделала вот здесь такую впадинку оставляю теперь сковородку в теплом месте на 15 минут прошло 15 минут смотрю на тесто тесто поднялось и сейчас включу на газовой плите конфорку среднюю на самый-самый-самый маленький огонь и поставлю на 15 минут ну и буду смотреть что там будет получаться а потом еще нам предстоит этот хлеб перевернуть включая горелку уменьшаю до минимума ставлю сковородку с хлебом и и накрываю крышкой ребята прошло 15 минут крышку я заменила на кастрюлю потому что крышка оказалась слишком плоской еще ждать 5 минут надеюсь что он там снизу не пригорает от начала выпекания или поджаривания нашего хлеба прошло 20 минут снимаю крышку или в данном случае кастрюлю накрываю пергаментом для выпечки и сейчас буду переворачивать пока все получается замечательно выложила хлеб на пергамент теперь вместе с пергаментом кладу обратно в сковородку точно так же накрываю своей импровизированной крышкой и жду еще 15 минут прошло еще 15 минут вот такой получился у нас хлеб и сейчас я выкладываю его на вот эту решетку на которой у меня хлеб обычно остывает итак друзья мои рассказываю показываю как вы видели после того как я выложила хлеб из сковородки его вид мне ну явно не совсем не понравился потому что середина была припеченная прижаренная нормальная а вот этот край был совсем бледный и на вид не пропеченный я быстренько взяла этот хлеб чтобы не портилось настроение и поставила допекать в духовку он у меня простоял там пекся где-то 10 минут только после этого я решила что хлеб готов и теперь я вам его показываю итак первая сторона все прилично все хорошо вторая сторона приходится что-то сочинять как-то доделывать этот рецепт разрезаю хлеб давайте перевернем его на более аппетитную сторону и сейчас я его разрежу посмотрим что в конце концов получилось ну что мы видим хлеб пропекся видите я его сжимаю он приобретает первоначальную форму если учесть усилия и слегка испорченное настроение то можете конечно и делать хлеб по этому рецепту но я больше его делать не буду потому что чисто на сковородке вон у меня не получился хотя я делала все точно по рецепту итак друзья мои заходите почаще на мой канал буду искать для вас интересные рецепты проверять их и советовать или не советовать готовить по этим рецептам до встречи на канале мир вкуса до встречи ... до встречи на канале